В ходу пути нам попадается Citroёn 3CV Prestige, в таком заброшенном состоянии, видно целый, но просто стоит давно очень. Крыша у неё тряпочная, как мы знаем, тонкие колеса на трех болтах. Стоит, наверное, много лет. Какие-то бумажки наклеены, чтобы убрали. Такой интересный вот автомобиль кабриолет практически. Фары целые, поворотники, такой кенгурятник самодельный придумали. Зеркало. Забавная машина, кстати, высокая, то есть там сидеть, в принципе, удобно. Какая-то бумажка, может быть, либо куплю, либо ещё что-то. Вот они здесь делались, вот выхлопная труба сбоку выходит. Они все собирались, и много-много-много их ездило. Сейчас осталось уже немного, но некоторые, даже в кузове фургон, они встречаются, такой полукрузовичок ездит. А вот буквально через две машины вот такая вот. Вот что это? Я подозреваю, что это Peugeot. Четвёртый универсал. С козырьком от солнца. А, нет, это тот же самый Siam, который я уже снимал седаном. Только это Rural здесь называется, универсал. В шестидесятые годы фирма делала по лицензии английской фирмы завод по производству холодильников. В общем, купил лицензию и стал производить вот такие автомобили. Ну, на этом ездит. Этот живой ещё. Вот так вот. Вот один подписчик спрашивал, как дороги, как спуски для колясочников. Ну, пожалуйста, без проблем. Единственное, вот эти вот стоки воды, как-то надо переехать. Но, я думаю, колёсами можно переехать. И это какая-то задрипанная улица на окраине. То есть, в центре намного всё более цивилизованно. Поэтому, вот идём дальше. Вот подъём. Это везде, по всей стране. То есть, эта тема продумана. Здесь много, много таких людей. Никаких неудобств они не испытывают. Почти. Вот. Даже когда мы плыли на корабле, там контингент был богатые старички, там было очень много колясочников. И никто ни в чём себе не отказывался. Ходили и в театр, и в рестораны, и в столовые. И даже специальный служащий на корабле, значит, я их возил, сопровождал представленный. То есть, звонишь, говоришь, я хочу... Ну, допустим, старичок на коляске и старушка его жена. Вот они звонят, значит, это ещё на корабле. Звонят сотруднику. Мы хотим идти там в ресторан ужинать. Вот приходит сотрудник и на коляске везёт. Никаких проблем. Здесь никто этого не стыдится и никто пальцем не показывает, как в России, например, было с моей родственницей одной, которая тоже является колясочником. Так, куда-то я забрёл. По-моему, я заблудился. И гугл карты не обновлены. Сейчас будем разбираться.